Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать в средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты, и километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Итак, здравствуйте, дорогие друзья, участники вебинара. Значит, приветствую вас из сердца нашего проекта, из проектного предприятия «Струнные технологии», находящиеся в городе Минск. Под ключей нашего проекта, который занимает уже четыре этажа, находятся более 80 технических специалистов, которые ведут работу над созданием того самого, ради чего мы здесь все собрались, ради чего мы здесь работаем. Значит, формат мероприятия, который мы решили, скажем так, провести от лица компании, предполагает следующее. Перед вами выступит генеральный директор и генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий, который проведет несколько вебинаров касательно самых таких интересных тем для всех участников нашего проекта. В первую очередь, это что здесь вообще происходит, что из себя представляет проектное предприятие, какие в него входят отделы, какие рабочие группы, над чем ведется работа, какие уже достигнуты интересные результаты в технологии. Следующая тема будет касательно земли, то, что всех тоже особо интересует. В каком состоянии находится сейчас оформление документов, в каком состоянии сейчас ведутся переговоры с кем. Это тоже мы посвятим. В том числе у нас интересный один документ, который мы получили тоже из одного очень крупного государственного органа. Мы его тоже продемонстрируем, и вы сможете с ним ознакомиться. И далее Анатолий Эдуардович ответит на те вопросы, которые присылались на нашу почту предварительно перед вебинаром. Следующее. По поводу вопросов. Вопросов очень много. Вопросы по огромному спектру различных властей. Но сегодня мы, так как у нас две четко обозначенные темы, в первую очередь это, как я сказал, проектное предприятие, второе это земля, то вопросы, которые будут освещаться, они будут касательно именно вот этих двух тем. Значит, это будет первый вебинар в нашем. В следующих вебинарах мы ориентируемся их проводить также в четверг, также в это время. Мы осветим другие аспекты нашего проекта. Это то, что касается реорганизации компании, что проводится, что проводилось, юридической схемы. Дальше это финансовая отчетность предприятия. Мы предоставим, опять же, то, что можно показывать, те неконфиденциальные части. Взаимоотношения с нашими партнерскими организациями. На этом тоже остановимся. И, соответственно, вопросы, которые будут освещаться на... Вопросы наших участников, которые будут освещаться на этих вебинарах, они будут строго по этим областям поделены. И также по итогам каждого вебинара будет готовиться, скажем, пресс-релиз, презентация или, скажем, объемный документ, который будет высылаться по всем нашим инвесторам, в котором будут все документы, которые показывались на вебинарах, прикреплены, чтобы люди могли спокойно с ними знакомиться, общаться, задавать вопросы. То есть это все будет рассылаться после вебинара. То есть это будет, например, сегодня это будет информация касательно эко-технопарка. Это будет письма, отражающие ход согласования земельного участка в государственных органах. Далее это будет инвестиционный меморандум, то есть это памятка инвесторов, в которой будут также подробно описаны все части, все детали нашего большого проекта. И будет финансовая отчетность тоже оформлена в документ, который также будет у наших инвесторов на руках. Я, надеюсь, вкратце я вам объяснил логику наших вот этих вебинаров от компании. Поэтому, в принципе, представляю вам теперь Анатолия Эдуардовича Юницкого, генерального директора, генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии», который теперь продолжит вебинар уже профессиональной точки. Анатолий Эдуардович, пожалуйста, Вашим. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги и партнеры. Я веду скорее репортаж, я бы не назвал это вебинаром, репортаж со своего кабинета рабочего. И я хочу скорее рассказать и отчитаться о проделанной работе, о наших планах, как ближайших, так и на перспективу. Эти планы касаются, в первую очередь, тестовых участков, строительства которых мы запланировали. Есть графики работ. И предваряя вопрос, они такие подобного рода вопросы были, мы идем по графику на самом деле. Мы не отстаем его. Я объясню, почему. И поскольку, по большому счету, раньше и нечем было отчитываться, этому тоже есть ряд причин. В частности, основная причина, первый сотрудник, который пришел в наше предприятие, это проект на конструкторское предприятие, это в мае прошлого года. Прошло 9 месяцев. Им настолько рождается ребенок, и надо было его выносить, потому что один сотрудник, естественно, ничего не сделает, то, что мы планируем сделать. И должны появиться органы этого человека, ноги, руки, мозг, сердце, легкие и так далее. Тогда он может полноценно жить и работать. И известно, что, если даже взять 9 женщин, то они не родят за один месяц. И рождение вот этого коллектива, это очень большая и сложная задача. У нас уже около 100 сотрудников. Каждый пришел с разных мест. Кто-то проектировал автомобили, кто-то автобусы, кто-то самолеты, кто-то железную дорогу. Они не были знакомы досконально с тем, что мы делаем, с тем, что мы хотим делать. Тем более, что везде, в интернете, в публикациях, есть информация о предыдущих поколениях струнных технологий, которые мы сейчас называем Skyway, небесную дорогу. А чего там поколений не было ни слова, нигде сказано. Потому что это секретная информация. Там очень много на ухоу. И могу сказать, что коллектив состоялся. Все органы этого организма очень серьезного на месте. И МОЗ в том числе. И мы сейчас уже делаем рабочую документацию, чтобы к лету, летом этого года выйти на площадку. И я расскажу о структуре нашего предприятия. Оно сейчас называлось «Струнные технологии». Это закрытое акционерное общество. Раньше называлось по-другому «Лесковый системс». То предприятие было создано из Литвы. Но по целому ряду причин мы ушли из Литвы. И сейчас база этого предприятия находится здесь, в Беларуси, в Минске. И учредителем этого проектно-конструкторского предприятия является наш инвестор. Это Global Transport Investment. Компания, куда вынесена вся индивидуальная собственность. Оценена в 400 миллиардов долларов. Независимыми оценщиками. И вот эта компания сейчас учредила наше предприятие. Куда перешли работать все конструкторы. Это предприятие берет землю, чтобы построить тестовые участки. И, собственно, здесь рождается технология четвертого поколения. Которая будет воплощена в железе, в бетоне. На площадке, которая будет сертифицирована и продемонстрирована всему миру, в том числе заказчикам. И мы это планируем сделать уже демонстрацию заказчикам осенью или зимой следующего года. До этого шла подготовка, очень серьезно, в том числе по рабочей документации по трём направлениям. Это грузовое направление, городское и высокоскоростное. И вот для того, чтобы охватить все эти направления, созданы предприятия, которые имеют следующую структуру, показанную на экране. Возглавляет это предприятие генеральный директор и генеральный конструктор. Такое совмещение не случайно, гендиректор и генконструктор. Это сделал в своё время ещё Сталин, когда немцы подошли к Москве во время Великой Отечественной войны. И было принято решение эвакуировать заводы за Урал. Сталин своим решением объединил две должности. Генеральный директор и генеральный конструктор. Чтобы быстро и оперативно решать не только организационные финансовые вопросы, но и конструкторские. И в результате этого через три месяца под открытым небом начали выпускать танки, пушки, самолёты. Поэтому вот такое совмещение. И я фактически выполняю две функции. Организационный – это гендиректор и проектно-конструкторская работа – это генконструктор. Поэтому есть подчинённость к гендиректору и есть подчинённость к генконструктору. Гендиректору подчиняется заместитель директора. Я фамилии не буду называть, их много. Я думаю, это в данном случае не важно. Есть такой заместитель, которому подчиняется информационно-аналитический отдел, IT-отдел, очень важный отдел. У нас очень много информации, закрытой информации. Это терабайты, как той, которая была создана ранее, так и вновь создаваемой. Поэтому очень важна защита информационная от взломов, от хищений, от потерь. Поэтому идёт многократное дублирование этой информации. Она хранится не только здесь, но и удалённо. Не в случае взлома, эта информация там, где идёт взлом, будет уничтожена. А в том месте, где запасной аэродром, там информация останется. Поэтому это серьёзная служба, оборудование соответствующим оборудованием. Далее есть дизайн-центр с макетной мастерской. Некоторые иллюстрации дизайн-центра вы видели в интернете. Это то, что для открытого доступа. Основная часть информации, она закрыта. Она не будет в ближайшее время демонстрироваться. Это будет продемонстрировано только на тестовых участках. Дизайн-центр разрабатывает дизайн подвижного состава, станций, вокзалов, депо, опор. Всех элементов инфраструктуры. И, естественно, подвижного состава, как я сказал, грузового, городского, высокоскоростного. И там, ну, наверное, главное, если взять пассажирский транспорт, особенно высокоскоростной, это обводы внешние, потому что от этого зависит аэродинамика, а от аэродинамики зависит эффективность высокоскоростного транспорта. При скоростях движения 300, 400 и более километров в час 90-95% мощности привода уходит на преодоление сопротивления воздуха. Поэтому улучшение аэродинамики резко снижает мощность привода и, соответственно, расходы энергии и топлива. Но это можно привести на него такие, например, примеры. Самый крутой автомобиль, как говорит молодежь, Бугатти, стоимостью порядка 3 миллионов евро, развивает скорость 430 километров в час. Мощность у него двигателя – 1700 лошадиных сил. Он расходует час порядка 400 литров топлива. То есть ему надо цистерну везти с собой, чтобы ехать с такой скоростью. И большая часть, причем он не резерва скорость 500 километров в час, а 430, и большая часть мощности и топлива уходит на аэродинамику. Потому что у Бугатти аэродинамика плоха. Как и у любого другого автомобиля. Мне, как инженеру, удалось улучшить аэродинамику примерно в 5 раз. Это было продуто в аэродинамической трубе многократно. Эти данные, они экспериментальны, они не теоретические. И это видно по коэффициенту динамического сооптепления. Например, у Бугатти 0.38 ЦХ, а у нашего Юнибуса высокоскоростного ЦХ 0.0.75. Поэтому, если Бугатти нужна мощность двигателя на аэродинамику больше 1000 лошадиных сил, нам достаточно 200 лошадиных сил. И вот как раз дизайн-центр, и вот это, понимаете, до микрона буквально нужно вылизать поверхность, аэродинамическую поверхность нашего высокоскоростного Юнибуса. Потом дизайн-центр прорабатывает также эргономику, то есть интерьер и экстерьер, вот скоростного и городского Юнибуса, где важна и эргономика. И в макетной мастерской, которая находится в этом дизайн-центре, мы это все моделируем, потому что транспорт должен быть удобным, комфортным. Поэтому мы моделируем вход-выход с пассажирского салона. То, как сидит, удобно ли пассажиру. Встает, выходит, заходит. Сколько времени на это нужно? Как это называть вход-выход? Потому что от времени стоянки и вот захода и выхода пассажиров будет время нахождения на станции зависеть, а от этого будет зависеть производительность систем. И мы проектируем городской транспорт на производительность 25 тысяч пассажиров в час. Это производительность метро, московского метро. При этом, для того, чтобы добиться такой производительности, нужно очень четко организовать движение подвижного состава. Потому что у нас не поезда будут ходить вместимостью тысячи пассажиров, а юнибус вместимостью 15-20 пассажиров. И тем не менее, мы организуем движение и обеспечим такую производительность, при этом без расписания, так же, как и метро, как такси, а человек пришел, не ожидая там буквально несколько минут, минуту, сел и уехал. Вот этот час прорывается в дизайн-центре. Мы моделируем макетную московскую, и сейчас мы делаем в том числе действующую модель. К лету она тоже будет готова. Это масштабы 1 к 10. И мы хотим продемонстрировать это в Казахстане, в Астане. Мы хотим участвовать в выставке Экспо-2017, которая будет в Астане. И поэтому мы делаем эту модель. Там будут три пролета по 50 метров. Это подвесной юнибус будет, смоделируем станции, опор, пути. И так же в этой мастерской мы сейчас уже делаем макеты для продувки в районической трубе уже юнибусов четвертого поколения. Далее, если взять, смотреть на съемку, есть заместитель директора, другой же, которому подчинен юридический отдел. У нас много документов всевозможных. У нас контракты. У нас договоры к венциальности, потому что закрыта информация. Причем такие очень серьезные. Так, у нас взаимодействие с зарубежными поставщиками. Поэтому нужно готовить много грамотных документов. И этим занимается юридический отдел. Есть инициативная служба. И есть отдел международных связей, инвестиций и маркетинг. И маркетинг, и возглавляет. У Бабулин Виктор Юрьевич, он начал нашу встречу. Это он возглавляет. Далее, есть главный инженер, руководитель проекта. Эко-технопарк Skyway. Мы ушли от термина индустриальная площадка, потому что это пугает сразу. А, трубы, дым, копоть. Сейчас тут роза ветров, сейчас все это на город. Нет, нет, ни в коем случае не разрешим. Нельзя, идите куда-то в другое место. И полигон тоже слово нехорошее, потому что это обычно военный термин. Там что-то взрывает, испытывает и так далее. У нас эко-технопарк Skyway. И мы потом покажем схему этого технопарка. Это будет не просто там железо, это будет фактический парк, где среди природы, где будут и животные. Сейчас там поле, пурьян растет, а там будут винограды расти, яблони, вишни. Все будет, колотиться рожь. И вот в этой природной среде, в эту природную среду будет писана вот наша эта индустриальная площадка. При этом на территории в 40 гектаров мы построим цеха, построим станции, дорогу. И озеленение на 40 гектарах у нас будет 41 гектар. То есть мы не отнимем площади, мы наоборот ее добавим, потому что на крышах станций, цехов будет почва, и там тоже будет на втором уровне расти растительность. И вот эту работу по созданию этой площадки и ведет главный инженер. Поэтому у нее есть служба главного инженера, в том числе есть экономический отдел, потому что мы, естественно, должны все осметить. У нас очень много элементов систем, даже это не системы, а комплексы, включающие такие системы, как путевая структура, инфраструктура, подвижной состав, энергетика, связь, системы управления. Это комплексы, и в них есть элементы, опоры, допустим, промежуточные, у них есть фундаменты, есть анкерные опоры, есть земляные работы, есть здания, сооружения, есть струны, есть анквера, есть технология строительства, изготовления, да, и надо знать цены. И, естественно, поэтому надо все это осмечивать. При этом, и предыдущий опыт показал, вот мы строили полигон первого поколения в озерах, это было больше 10 лет назад, уже 14 лет прошло. Тот опыт показал, что стоимость объекта зависит не от стоимости материалов, а от технологии строительства. Потому что, когда мы строили тот полигон, тогда сталь стоила 300 долларов за тонну, а то, что мы смонтировали, стоило 10 тысяч долларов за тонну, даже больше, 15 тысяч долларов за тонну. Потому что у нас не было оснастки, у нас не было технологии. Поэтому мы должны не только разработать конструкцию, но еще оснастку технологическую, уже с учетом этой оснастки, и осмечивать работы. И поэтому там, где если вести работы, где не будет оснастки технологической, то да, тонны смонтированной конструкции из стали может стоить 10 тысяч долларов, а то и больше. А если применить оснастку, которую мы же сами разработываем, это будет стоить 3 тысячи долларов за тонну. И экономия будет колоссальна. Есть технологический отдел, который как раз и разрабатывает технологию монтажа строительства, в том числе с применением нашей технологической оснастки и нашего технологического оборудования. Есть отдел снабжения и отдел внешней кооперации, потому что у нас очень много будет оборудования, которое мы не будем изготавливать, оно будет поставляться поставщиками из других стран, производителями, в том числе, в первую очередь, ну, в том числе, из-за зарубежных, это Европа, Азия, Япония, США. Мы уже ведем переписку со многими поставщиками и договоримся о поставках вот этого оборудования. Это вот занимается этот отдел внешней кооперации. Склад будет, потом опытного производства, где мы в том числе будем изготавливать стенды испытательные. Без этого нельзя строить и сертифицировать, и тем более выходить на рынок, потому что некоторые особенности системы наших комплексов можно проверить только экспериментально, потому что теории нет. мы не можем теоретически никто не сможет сказать, какой будет шум при качении колеса. Никто не сможет сказать, а какой будет износ колеса, потому что колесо у нас другое, и путь другой, и нет данных, да, и контактное напряжение там другие, и форма опирания и так далее, и так далее. Поэтому будут построены испытательные стенды, где мы работаем на отказ, и мы уже как только получим площадку, мы выйдем со строительством стендов, потому что документация рабочая на них уже есть, она готова, где определим износ, и сколько миллионов километров пробежит колесо до замены. Мы построим элементы трассы, в том числе путевой структуры, опор, опорных узлов, анкеров, отработаем технологию монтажа на этих, уже не на трассе, а, так сказать, в масштабе определенном, на стендах, и в том числе, на первое, испытаем долговечность путевой структуры, никто не скажет, какой будет долговечность, сколько она простоит, 100 лет, 50, 20, и сколько сварные швы простоят, да, при таком количестве нагружения, потому что за 100 лет эксплуатации будет 100 миллионов циклов нагружения расчетной нагрузки. Поэтому, есть только эмпирические данные, мы их должны тоже получить уже для нашей конструкции. Поэтому, будет построен стенд путевой структуры, полномасштабный, с пролетом полным, все как должно быть, с анкерными узлами, креплениями и так далее. И мы дадим порядка 100 миллионов циклов нагружения специальным нагружающим устройствам. И определим поведение всех узлов. А как струна, как бетон внутри, как корпус, как сварка, как опорный узел повел себя. Слабые места мы, естественно, улучшим, поправим, и потом уже на тестовом участке построим как надо. А тестовый участок, как я уже сказал, мы по городской грузовой уже продемонстрируем в следующем году, где-то через полтора года, в конце следующего года. И есть заместитель главного инженера по строительству, который, собственно, будет организовать строительство этого полигонного комплекса ЭКО-технопарка. Ну, строить инженерную часть, естественно. не то, что касается агроэко, но это у нас есть другой специалист. Какие деревья сажать, какие там цветы, виноградники, у нас виноградник свой будет, районированный здесь для Белоруссии. И при этом строить там нужно не только нашу дорогу, но начинать надо с ограждения, с забора, с сетей, с благоустройства, озеленения. Там должны быть энергетические, электрические сети, водопроводы, канализация. И даже первый проект это забор, а периметр его это 3 километра, даже больше, наверное, 4 километра. Вот нашим первым проектом, который мы тоже будем продавать. Потому что этот так называемый забор, на самом деле, это охранная система, с помощью которой мы можем охранять атомные электростанции, воинские части, аэропорты. Что собой бы представлять? Это легкая, ажурно-прозрачная ограда с натянутыми струнами, элементами струн, ну, проволокой высокопрочной, которая будет оснащена датчиками определенными, системами освещения и будет по периметру на высоте где-то порядка 10 метров двигаться модель юнибуса, которую мы сейчас изготавливаем, и тоже оснащенный датчиком, видеокамерой, и будет мониторить территорию и передавать информацию о том, что там происходит. Поэтому даже забор это один из наших проектов, который потом мы будем продавать, реализовать. Ну, есть главный бухгалтер, есть помощник руководителя. Это то, что касается службы генерального директора, это хозяйственная часть, организационная часть, финансовая часть. Есть еще генеральный конструктор, там совсем другая структура. Кроме конструкторских бюро, их у нас 15 часов, я создал еще временные рабочие группы, как более эффективную форму работы, то есть с разных конструкторских бюро пришли лучшие специалисты в группу для реализации комплекса грузовой комплекс. Поэтому оттуда с разных КБ пришли лучшие специалисты и работают они вместе и делают одну работу. Грузовой комплекс, это одна группа в расширенном составе где-то около 30 человек. Потом есть временно рабочая группа для создания городского комплекса, где будет уже городская система, которая имеет другую путевую структуру, другой подвижной состав, имеет пассажирские станции, другие стрелочные переводы и другую систему управления, потому что одно дело возить грузы, другое дело возить пассажиров, там совсем другая ответственность, совсем другая безопасность и совсем иная система управления. Тем более, что грузовая система и пассажирская работают в разной логике. Грузовая это скорее продуктопровод, что-то напоминающий промышленный конвейер, нефтепровод, газопровод, где идет непрерывный поток груза. А пассажирский транспорт это отдельные транспортные колесные средства, которые должны прийти на станции, вокзалы, должны выпустить пассажиров, потом взять пассажиров и безопасно довести до следующей станции. И третья временная рабочая группа по самому сложному проекту это высокоскоростной конс. Потому что если взять юнибус высокоскоростной то это аналог самолета. А кроме самолета в авиации есть еще аэропорты, заправки самолетов, систему управления, много еще служб. И мы должны весь комплекс создать, а не только подвижной состав, который является аналогом самолетов. Мы должны создать принципиально иную путевую структуру эстакадного типа, идеально ровную, жесткую, прочную. Должны создать свою систему управления, управления, где при скоростях от 500 км в час от авиационной скорости цена каждой секунды даже десятая доля секунды очень велика. Поэтому это самый сложный корпус, ну там тоже где-то порядка 30 человек в этой группе работает. Это группы, которые собраны с разных конструкторских бюро. А сейчас конструкторских бюро, я расскажу у них. Это есть у нас созданное управление главного конструктора подвижного состава. Возглавляют его опытные очень, ну у нас все опытные сотрудники, которые делали технику, нет аналогов для нее в мире. И это все реализовано, это не на полку легло, это то, что покупает, то, что продается. И в этом управлении, оно самое большое, потому что именно это управление подвижной состава делает подвижной состав для грузового комплекса, для городского комплекса, для высокоскоростного комплекса. И там есть конструкторское бюро компоновки. Компоновка это основа любого транспортного средства, потому что нужно скомпоновать все элементы системы. Вот если взять человека, не знаю кто там Бог, кто-то его скомпоновал и посмотреть как все грамотно скомпонованно сердце, легкие, печень, желудок, в маленький объем такие сложнейшие органы вложить. И чтобы они оптимально функционировали и в совмодействии с друг с другом, и с мозгом в том числе. И вот это как раз функцию выполняет КБ компоновки, которые должны подобрать двигатель. А двигатель может быть изгорания, это может быть двигатель электрический, он может быть от аккумуляторов, а может быть контактной сети. И это разные двигатели. Скопонать колеса, подвеску, салон, все элементы. Там очень много элементов, да? И это очень сложная большая работа. Так я могу сказать, что по компоновке работа вся проделана по грузовому, городскому, высокоскоростному. Эти подвижной состав для этих направлений скомпонован полностью с подбором соответствующего элементов и с пониманием, где мы их берем. И сейчас мы связываемся с поставщиками, которые будут нам поставлять элементы. Потому что мы не будем сами двигатель сгорания, допустим, если мы его поставим и изготавливаем. Мы не будем изготавливать провода или какие-то другие элементы. Мы это все будем покупать, естественно. Далее есть как бы кастультерское бюро кузовов. Ну собственно кузов, аэродинамика зависит тоже от кузова. Потому что дизайнер делает оболочку, обводы. Но внутри должен каркас, как у нас, допустим, позвоночник, ребра. то есть несущие элементы. Потому что все размещено на кузове, который несет все нагрузки, в том числе от колес, в том числе от пассажиров, от агрегатов всех. Далее есть конструкторское бюро шасси. Значит тоже очень важная составляющая. То что шасси это колеса, это их подвеска и так далее. И если взять допустим высококоростной направление, комплекс, то там подвеска очень непростая должна быть. Почему? Потому что для обеспечения высокой скорости джения и плавности хода, а от этого зависит комфортность пассажира внутри салона, нужна очень мягкая подвеска с ходом не менее статическим ходом, так называемым, 300 мм. Это очень мягкая подвеска, ни в одном автобиле такой мягкой подвески нет. И надо, чтобы при наличии этой мягкой подвески корпус не перекрашивался, потому что человек сядет и если не регулировать в этом месте юнибус может наклониться на 100 мм. Поэтому есть это активная подвеска, она регулирована и она мягкая должна быть, иначе мы не обеспечим не только мы, да в любом транспорте на высокоскоростных железнодорогах небесправленность ухода и комфортность движения. И в частности для высокоскоростного юнибуса мы уже разработали вот такую подвеску, которая будет регулируемой на существующих элементах, потому что ни один элемент мы не будем сами изготавливать, потому что это просто неправильно будет, это опасно, потому что может не получиться и в результате мы завалим всю работу. Это в этом нет ничего удивительного, потому что если взять Боинг тот же, да, Боинг не производит крылья, двигатели, шасси, колеса, он привозит нос Боинга из Франции, хвост из Великобритании, корпус из Лондона, двигатель еще с какой-то страны, они даже сделали три Боинга, расширили их диаметр, чтобы крылья запихивать и корпус Боинга туда засунуть и доставить за 10 тысяч километров в штаты. И вот собрав этот Боинг, он становится американским. Поэтому мы берем основ с России, кстати, они берут титан, но в Боинге я не знаю, а вот в А380 там есть титановая балка несущая, там 8 тонн она весит титана, потому что вся нагрузка от крыльев от корпуса приходит в эту балку. И есть КБ силовых приводов. Тоже очень важно КБ, это как бы то, что привод это сердце Юнибуса, без него нельзя двигаться и тем более получать высокие скорости. У нас разработано несколько вариантов приводов и скомпоновано все это. При этом мы один из приводов будем делать сами. Это мотор-колесо. Уникальная разработка, сделана нами. Вот вновь созданным предприятием, которым 9 месяцев от роду мы разработали и мы его сготовим. У нас будет свое производство. Уникальное мотор-колесо. Я могу просто некоторые характеристики сказать. Там Виктор сейчас покажет. Ну, там два типа для городского и для высокоскоростного. Значит, ну, это вот этот высокоскоростной. Представьте, его мощность до 150 киловатт. Это 200 лошадиных сил. А размеры ну, диаметр менее 40 сантиметров, а толщина менее 10 сантиметров. То есть, это что-то маленькое и компактное. Ну, вот такой диаметр и такая толщина. И крутящий момент 750 ньютонометров. У 600-го Мерседеса на валу двигателя крутящий момент 500 ньютонометров. У этого мотор-колеса у одного крутящий момент больше. А у нас будет 4 ведущих колеса. Значит, мы можем брать уклоны 30 градусов. Ну, там есть свои ноу-хау, как при том сцепном весе, что есть, брать такие уклоны. Потому что это сила скатывания превысит сцепление колес. Ну, коэффициент менее, чем стали по стали. У нас есть решение, как брать уклоны 45%. И это мотор-колесо позволит разогнаться очень расчетных скоростей, а проблема именно в этом, на тестовых участках. И поэтому даже при тех возможностях Сименса, которые у них есть, они, когда строили тестовый участок для трансфорпид, это поезд на монетоподушке, они построили участок длиной около 30 километров. Потому что на меньшей длине им нельзя было разогнаться, не хватало мощности других характеристик. И затем затормозиться. И поэтому они построили 30 километров участок, который обошелся им порядка 2 миллиардов евро в общей сложности. И вот благодаря мотор-колесу мы сможем сократить длину участка тестового до 15 километров. И поэтому, когда я ранее говорил, что нам нужно 30 километров, я могу сказать, что нам нужно 15 километров участок высокоскоростной. А что такое 30 или 15? Мы сэкономим порядка 50 миллионов долларов. Вот что это значит. Вот такое колесико даже на нашем тестовом участке сэкономит нам 50 миллионов долларов, потому что нам не нужно 30 километров строить. Нам хватит 15. Потому что у него уникальные характеристики. И оно не требует редуктора. А редуктор это и железо, и вес, и шум, и ненадежность и габариты. Мы уменьшаем мидель, это поперечное сечение, где-то на 0,2 метра квадратный. Казалось бы, мелочь. Подумаешь, мидель уменьшили на 0,2 квадратных метра юнибуса. Если подсчитать при масштабном использовании на сети дорог, это дает экономию топлива в миллиарды тонн. Я сейчас назову некоторые цифры, чтобы понимать, почему это происходит. Один квадратный метр миделя, квадратный метр, при скоростях 450-500 километров в час требует на себя, аэродинамическое сопротивление берет на себя. При нашем хорошем ЦХ, это не Бугатти, у нас ЦХ 0,075, порядка 100 киловатт. Поэтому экономия 0,2 метра квадратных миделя дает экономию 20 киловатт мощности привода. 20 киловатт мощности привода это 6 литров топлива в час. За 20 часов работы, а подвижность состава должен не стоять в гараже работать, хотя бы 2 часов как метро, это уже 120 литров в сутки. за год это порядка 4 тонн. Нет, 40 тонн. 40 тонн. Нет. 120, да. Нет, 40 тонн. А за 20 лет это 800 тонн. на страх службы. Это эшелон топлива. А если их будет миллион, умножайте на миллион, а если 10 миллионов таких колесных транспортных средств. Поэтому мы боремся при проектировании за каждый сантиметр квадратный, за каждый миллиметр квадратный миделя, за обводы, которые улучшают CX, потому что это очень важно. За минимизацию массы транспортного средства. Потому что от этого зависит сопротивление качения колес. И тоже на это уходит топливо, ну, или энергия. И требуется привод для этого. И то, что мы считаем эффективным, например, железнодорога, она очень неэффективна. вот по этим параметрам. Они не понимают, что у кого динамика, на самом деле. И даже те, кто делает высокоскоростные железнодороги. Они не борются с массой. Если посмотреть на современный вагон, купейный, то там, видите, тара 60 тонн где-то. Есть 55, 56, 62, но где-то в среднем 60. А еще впереди два электровоза обычно тянет, каждый по 200 тонн. А в поезде человек 300. Вот разделите. В вагоне едет там человек 30-40, купей на 36. Разделите. Почти две тонны только железа на одного человека. Еще тепловоза тона приходит. Ну, это электровоза, да, тона. Поэтому поезд везет не людей, он везет сам себя. Железо везет. И на это тратится энергия. Железо из нашего железа. рельсы и прочее. Понимаете, щебенка и так далее. Поэтому она как бы работает сама на себе. У нас, вот говоря тому, что я сказал, да, вот этим КБ, совсем другой подвижный состав проектироваться. У нас не три тонны на пассажира будет, а в городском, ну, железо, три, да, в городском ЮНИБИСе вот, ну, порядка 150 килограмм, так сказать, железа на пассажира. Воскоскосно будет побольше, потому что там нет стоячих мест, как бы, нужно большее пространство для пассажиров. Все равно это будет, ну, порядка 250-300 килограмм на пассажира, ну, никак не три тонны. Даже в самолете не такой уж хороший показатель. Там же тоже Боинг или А-18 берет 250 тонн только топлива, его надо везти с собой. Это тонна топлива на пассажира, примерно. А потом еще железо сколько надо везти. То есть у нас по этому показателю транспорт лучше даже авиационного транспорта, где тоже борются с весом. И разработан сейчас еще альтернативный вариант, не только мотор, колесо, ну, вернее, которое можно питать от сети, то есть от контактной сети. У нас тоже контактная сеть другая. То, что есть сейчас на железнодорожном транспорте, это плохая контактная сеть, особенно при высоких скоростях. У нас она будет другая. Она тоже будет струнная, образно говоря. Более долговечная, более надежная. Можно поставить дизель-генератор. поэтому у нас тоже проработан дизель-генератор, уникальный, тоже из готовых элементов, где есть двигатель керамический, там блок цилиндров, он из керамики сделан. Это не наш двигатель, есть разработчики, и этот двигатель сертифицирован, где при весе 140 кг его мощность 800 л. эта мощность нужна при разгоне. То, что надо инерцию преодолеть, и большую мощность нужна при разгоне, тогда путь разгона будет короткий, а потом уже со штатной скоростью нужна меньшая мощность движения. И генератор, который будет весить всего 60 кг, тоже из готовых элементов. А вот если бы мы купили у Симмеса генератор, он весил бы 500 кг, и вот это все надо было возить. Поэтому у нас разработано несколько вариантов пиводов и сейчас уже рабочая документация изготавливается. Потом здесь есть еще конструкторское бюро систем. Любое транспортное средство имеет систему, это пневматику, гидравлику, электрику. Каждому двигателю нужно провод провести силовой, к каждому датчику провод, по которому должен сигнал идти. У нас есть гидравлическая система, будет гидромотор, есть пневматическая система, значит, будет компрессор и так далее. И поэтому КБ разрабатывает эти системы и тоже они непростые. Например, на современном самолете длина проводов составляет тысячи километров на одном самолете. У нас тоже будут тысячи, но километры проводов на самом разном. Их надо все грамотно разместить и грамотно соединить. Далее есть следующее управление главного конструктора систем безопасности и управления. Видите, на первом месте стоит безопасность. На самом деле сертификация на многих это пугает, ничего там сложного нет. Сертификация на самом во многих странах вообще нет сертификации. Разрываются регламенты тех регламентов и по ним изготавливаются изделия и надо, чтобы оно соответствовало регламенту. Так на самом деле сертификация это соответствие требованиям безопасности от вещей. Что это такое? Если я захожу в дверь, то я не должен стукнуться головой. Значит дверь должна быть определенной высоты. Допустим для разных транспортных средств она может быть 1800-1900 миллиметров. А мы делаем на 100 метров выше. Значит мы будем этим требовать соответственно. День не должна быть уже, потому что инвалидная коляска не въедет. Хорошо, если требование 900 миллиметров, мы сделаем 1200 миллиметров. Въедет коляска. Если ступенька не должна быть больше 200 миллиметров, потому что ногу не поднимешь и не зайдешь, то кто будет делать ступеньку? У нас вообще пол в пол. У нас нет вообще никаких ступенек. И поэтому сертификация соответствует требованиям безопасности на самом деле. Мы их знаем для всех видов транспорта и в первую очередь для колесного транспорта, потому что у нас колесный транспорт, и это трамваи, железная дорога и так далее. А для автомобильного транспорта естественно мы делаем в соответствии с этими требованиями. При этом мы берем самые жесткие нормативы разных стран, потому что есть требования Организации Объединенных Наций, Европы, России, Белоруссии, где мы находимся, США, и берем каждое требование, берем самое жесткое, закладываем в свою документацию, и поэтому наши транспортные колесные средства, юнибусы, можно сертифицировать в любой стране. то, что будут они отвечать требованиям безопасности для этой страны. То есть у нас такой подход к проектированию. И логистика. Вот сейчас мы разработали логистику, как обеспечить маленькими юнибусами вместимостью 14 пассажиров в городском режиме, допустим, в таком мегаполисе, как Москва, объем перевозок в час пик 25 тысяч пассажиров. И мы это сделали. То есть это логистика, то там своя логика, надо знать, как разгоняться, с каким интервалом ехать, чтобы не нагружать опоры, пролет и лишняя нагрузка, как тормозить, как въезжать станцию. Вот можете посмотреть, как въезжает допустим в часы пик поезд метро. Он 30-40 секунд въезжает в станцию, потому что он очень длинный, причем с большой скоростью, и пассажир может упасть и погибнуть. В Москве гибнет в год под колесами поездов метро 50-60 человек, они падают на путь. У нас не так будет. У нас маленький юнибус, он короткий, он будет въезжать несколько секунд на станцию. Потом поезд метро стоит секунд 15 в часы пик, не больше, ну, может быть, 16-17, а потом 30-40 секунд выезжает, а у нас выйдет за 3 секунды, за 4 секунды, тушистанция маленькая, и подвернулся состав короткий. Мы можем его собирать в поезда, и мы будем группировать, то есть можно же поезд представить как набор купе, вот любой поезд, вот купе 4 человека допустим, купе на вагоне, а представьте, что поезд набран из купе, у которого есть свои колеса, своя ходовая часть, можем поезд собрать, а можем отдельно ехать, поэтому есть своя логистика, и она разработана, уникальная тоже, у других нет, мы знаем, что из Штатах, там, Южной Кореи, Германии, во Франции, в других странах у нас другая логистика, более безопасная и более эффективная, это тоже разработано, и мы ее сейчас дорабатываем и шлифуем. Потом есть Конструкторское бюро автоматизированных систем, значит, рассказать, что у нас тоже своя система, автоматизированная, я отказался от существующих систем, по целому ряду причин, и могу сказать, например, даже на одном примере, когда мы работали, ну, это было лет семь назад, в Ханты-Мансийске, и хотели построить струнную дорогу в Ханты-Мансийске, там, естественно, возникал вопрос создания автоматизированной системы управления. Я обратился в фирму Талис, это крупнейшая французская компания, которая разрабатывает систему управления для железнодорожного транспорта. Удивился, что в этой компании 40 тысяч инженеров, 40 тысяч, они только системой управления занимаются, а не всем тем комплексом, о чем я сказал, и, наверное, этого рауза надо кормить. Так, и говорю, как, вы можете нам создать систему управления? Так, не проблема. Я говорю, сколько стоит? Ну, адаптация, 5-6 миллионов евро, а если на километр перевести потом, там же линейная еще часть, и станции, вокзалы, где надо управлять стрелочным переводом, потом диспетчерской, и так далее, они говорят, полтора миллиона евро за километр. Это система управления. Я говорю, так у нас дорога дешевле, чем ваша система управления. Он говорит, это ваша проблема. А потом, если даже у канцлера ФРГ, у Меркель телефоны прослушиваются, то зачем нам закладывать систему управления чью-то, где не только прослушивают, но в любом моменте ее отключат. Поэтому мы создаем собственную, и у нас уже концепт этой системы управления есть. И можно сказать, что на километр придется не полтора миллиона евро, а до ста тысяч долларов на километр. Причем система будет эффективнее любой другой системы, в том числе системы Талис, которая сделана на устаревших стандартах. Как допустим, раньше была аналоговая связь, или фотография, а сейчас цифра. Это совсем другая система и другие стандарты. И быстродействие будет, и надежность больше, и свои программные продукты. И то, что другие делают плохо, я могу привести опять же на простых примерах. Одна из причин, почему Сименс сейчас не продает свои поезда на подушке Трансфорпид, они даже на своем тестном участке допустили аварию, и погибли люди. Что произошло? они сделали настолько ненадежную систему. Представьте, я в детстве, многие из вас играли магнитиком, скрепочка, и берешь скрепочку на стол кладешь, и магнитик подносишь. Есть два положения, либо скрепка лежит на столе, либо приливает к магниту. Они рисовали третий вариант, скрепка висит в воздухе. И эта скрепка, это транспортное средство весом 100 тонн, примерно. При этом через зазор надо передавать энергию. И известно, что двигатель электрический имеет высокий коэффициент полезного действия, высокий КПД, потому что там зазор 1,1 мм. А они не могли сделать 1,1 мм. Они сделали 10, это уже меньше нельзя. С этим бахин на 100 тонн мчится на расстоянии 10 мм над полотном со скоростью 450 км в час. Камышек попал авария. Снег выпал авария. Веточка с дерева упала авария. Поэтому они разработали и изготовили машину для очистки полотна. полотна. Оно шну где-то балка метра три. И вот представьте, тестовый участок такой крутой компании, как Сименс. Одна путка, одна и та же дорога, одна и та же компания. С одной стороны посадили на свой замечательный транспорт пассажиров, туристов, чтобы показать, какая у них замечательная дорога. А на другой стороне пустили чистить машину, полотно. И они встретились на середине на скорости 170 км в час. Все погибли. 23 человека. Понимаете? 170 км в час лично столкновение. Поэтому не так просто создать систему управления, как кажется, так, и не так просто понять логику безопасности транспорта, как тоже многим кажется. И, кстати, я могу сейчас еще раз о Семенце, вернее, о Талисе вспомнить. И когда они рассказывают о своем замечательном проекте, как это все будет дорого стоить, и то, как они будут террористов там ловить, потому что он зайдет на станцию махать руками и так будет, его тут же система отловит, уже протестирует, тут же в Интерпол, тут же придут и арестуют. А я говорю, а если вертолет и возьмет бревно и положит на путь, ваша система заметит? А они говорят, нет. Ну, что за система управления? такси, в трансплопеде не бревно, машину не заметили? На путь так у нас не только машину заметит система управления, но и камушек, не говоря уже о кирпиче, который, кстати, попасть не может на путь, потому что он пусть у нас маленький, узкий, и кирпич не будет лежать. Это не полотно, где кинул, и он там остался. Это вот делать КБ на транспортных систем. Потом есть конструкционное бюро систем транспортного средства. У транспортного средства будет много систем управления внутри транспортного средства. Есть внешняя система, в том числе диспетчерская, линия связи, датчики на опорах, на пути и так далее. А есть системы, которые контролируют работу транспортного средства. А какие обороты колеса, а какая температура подшипника, а плотно не закрыта дверь, а есть ли вай-фай там внутри салона, чтобы посажали телефонную связь, а где мы наедем, с какой скоростью, а какого расстояния до ближайшего транспорта средства, оно безопасно или нет это расстояние, а мы едем с одинаковой скоростью, или сближаемся, или удаляемся, ну и так далее. Там много задач надо решать, и много информации, поэтому есть много систем, и есть бортовые компьютеры, и не один, внутри транспортного средства, внутри юниобоса. Это разрабатывает КБС, существующих элементов. Нам не надо изобретать болты и гайки, они есть. Мы просто с этих болтовых гаек, образно говоря, соберем другую машину, не трактор, а самолет. И есть КБС, энергобеспечения и связи. У нас должны быть свои линии электропередач, свои линии связи, проводные, оптоволоконные, радио, связь. И все это зашито будет в путевую структуру, и поэтому путевая структура проектируется с учетом того, что там будут линии размещены. И естественно, эти системы разрабатываются с учетом того, что они будут зашиты в путевую структуру. При этом мы это делаем в логике, что мы не только свои нужды обеспечим, а мы можем дать связь другим пользователям. Мы можем продавать услугу связи, и как один сказал специалист, когда это все понял, слушайте, а зачем по этой дороге что-то возить? Давайте там достаточно, что там связи есть, она кубится. Потому что то, что сейчас, когда будет сесть дорога создана Skyway по всему миру, то весь интернет идет туда, и вся связь мобильная идет туда. Нам не нужны спутники на высоте 36 тысяч километров на гейсинхронной орбите. И сигнал туда идет 40 тысяч километров, потом обратно там обрабатываться, потом идет обратно. Представляете, сколько времени надо, и какой сильный сигнал должен быть, чтобы такое расстояние преодолеть. И каждый спутник потом падает, потому что он не может вечно летать. И запустить его, то не меньше 100 миллионов долларов стоят. А это все будет зашито в нашу путевую структуру, и она будет рядом с людьми. Потому что она будет походить рядом с городами, внутри городов, поселков и так далее. Поэтому всегда близко линия связи. И поэтому мобильный связь тоже туда в нашу уйдет сеть Skyway, как транспортно-коммуникационную. И только на этом, и на энергообеспечении, потому что у нас линия электропередач тоже будет зашита путевую структуру. Но только за счет этого можем купить сеть Skyway, которая будет создана в мире в будущем. Так, Есть следующий это высокоскоростной комплекс. И там так же, как и в городском, есть а, вернее, это нет. Тут что-то ошибка смотрю. А, это не там, это ниже. Есть управление транспортной стаканной, цистура и оснастки. Управление главного конструктора. Я уже там фрагментами говорил, насколько важна оснастка и технология, поэтому не буду повторять. Это именно это управление разрабатывает, потому что нужно оборудование для того, чтобы натянуть струну. А это канат арматурный. Усилие натяжения порядка 15 тонн. Вытяжка каната на 2 километра будет 15 метров. Этот канат надо с этим усилием тянуть. Потом ванка на узле размещать, анкерить. Естественно, что плоскогубцами, руками, даже в хороших рукавицах не натянешь. с такой вытяжкой. Поэтому естественно надо специально оснастка. Это просто один из элементов взял. А как туда бетон подавать? А как сваривать это на высоте? А как монтировать? Мы монтируем без временных эстакад, дорог, мы с дороги монтируем. Мы строим ее и дальше монтируем с дороги. Потому что то, как строится сейчас, это неправильно. Я помню, как я видел, как строили эстакаду трамвай. Они называют легкой рельсовой дорогой. На самом деле она тяжелая. В Дубае. Там Дубай-Шаржа. 72 километра обошлось шейхам в 6,5 миллиарда долларов. Кстати, я в свое время предлагал им другое наше решение струны транспорта и говорю, что мы уложимся в 300 миллионов долларов. Они предпочли то, что есть. Заказали Сименс за 6,5 миллиардов долларов. Я видел, как строили одну запор. Это леса, леса, леса. Опора диаметром метра 4-5 внизу с такими руками. И на этих лесах 50 филиппинцев с федрами носилками бегают, бетон месят, что-то заливают. Это не технологии. Поэтому цены такие. У нас и опоры легкие, ажурные, и путь легкий, ажурный. И мы строим без лесов и временных дорог. Это надо все разработать и понимать, как это делать. И это как раз технологии карты разрабатывают это КБ. Есть КБ транспортных сооружений. Это стакада, которая если говорить языком строительной механики или сопромата, это неразрезная, статически неопределимая, предварительно напряженная конструкция, имеющая колоссальные преимущества перед существующими системами. В том числе сейсмус точность, прочность, долговечность, жесткость и так далее. Я могу пояснить на простом примере. Иногда надо мной там смеются. А, струна, ну понятно, гитара, балалайка, блин-блин, струна. Вот я на этом примере блин-блин, струна и приведу. Как бы аналогию приведу. Если уменьшить существующую эстакаду автомобильную, железнодорожную примерно в тысячу раз, то мы получим, возьмем проволочки длиной 2-3 сантиметра, это балочка будет, по которой едет поезд. А потом положим спичечки, это будет опора. И потом за этих проволочек мы выложим путь. А потом когда возьмешь и дунешь на этот путь, он улетит весь. Так и эстакады существующие. Они также держатся с чем собственно веса, и они разрезные. А вот гитара, она аналог нашей системы, уменьшенный в тысячу раз. Вот бросьте эту гитару на пол, дуть бесполезно. Рукой годами бьют по струне, и ничего, она выдержит почему-то, и гитара выдерживает. а если увеличить тысячу раз, то и руку надо увеличить тысячу раз. Это будет 500 метров, это высота дубайского небоскреба. Представьте, вот этим дубайским небоскребом ударят по нашей конструкции, она выдержит. поэтому вот эти сооружения вот такие статически неопределимые, их сложно считать, но это мы знаем, мы умеем это делать, и сложно проектировать, мы тоже умеем, чтобы они были долговечными, надежными, и так далее. Долговечность мы гарантируем 100 лет наших эстакад. Потом есть КБ Государственское бюро инженерных расчетов. Это тоже очень важная часть нашей работы, не умея считать и не зная как поведет себя конструкция, нельзя строить. Расчеты очень сложные. Вот если взять там эпюру изгибающих моментов, или там переющих сил, или там напряжение в путевой структуре, чтобы определить при движении юнибуса, и получить одно значение, точку, нужно метам конечных элементов разбить эту конструкцию и струну, и бетон, и корпус, и все прочее, юнибус, колесо, корпус, на маленьком элементе связать между собой связями, и потом все это рассчитать по законам сопромата. Такой, чтобы получить точку, нужно решить уравнение с миллионом неизвестных. Это только чтобы одно значение получить. Ахидинамику добавить, а мы считаем при скоростях до 500 км в час, и когда юнибус это не точка, а это поезд, составленный из отдельных юнибусов, связанных между собой определенными связями, имеющие колеса, имеющие подвеску, демпфер и так далее, и дорогу, имеющую струны, корпус, бетон, опорный узел, опору, фундамент, грунт, на который опирается. Это очень сложный расчет. Там компьютеры иногда считают подвозначение неделю к точке ссорный расчет. Тем не менее, мы знаем, как считать. Мы считаем все элементы каркас юнибусов, взаимодействие колеса с рельсом, динамико колебания путевой структуры при движении с такой-то скоростью на каком-то пролете. И оно тоже сформировано. Потом есть у нас КБ элементов путевой структуры. Там много и корпус, и струна, и заполнитель, и опорная часть, поверхность, по которой движется колесо. Это все тоже разрабатывает это КБ. И есть еще конструкторское бюро инженерных сооружений. У нас тоже много разных инженерных сооружений. Тортистанции, вагнавы, терминалы, грузовые, стрелочные переводы. депо. Это КБ инженерных сооружений эту работу осуществляет. Это то, что касается работы генерального конструктора. Потом есть еще службы. патентно-децензионная служба. Виктор подошел совет перенести. Я все это скажу и это не вебинар. Это не вебинар. патентно-децензионная тут несколько клеточек осталось в схеме. Это патентно-децензионная служба. Она уже тоже сформирована. Мы уже начали оформлять заявки на патенты. С этим нельзя торопиться, потому что, кто не знает, то у меня одно из высших образований это патентно-децензионное образование по патентному праву и изобретательству. Я много лет работал руководителем патентной службы Академического института. Я знаю, что такое. У меня само 150 изобретений. Так я могу сказать, что патенты ничего на самом деле не защищают. Их легко обойти. Любой патент. И я это знаю и умею делать. Поэтому патентовать надо, но это тоже грамотно. Не надо торопиться, бежать и патентовать, всем рассказывать, потому что патент это инструкция для конкурента. Он почитал и знает, как делать и как обойти. Но тем не менее патентовать надо, защищать надо, и мы тоже эту работу грамотно, потому что надо знать, в какой стране патентовать или странах. Что раскрывать патенте, что не раскрывать, оставлять на ухау. На что подать завоявку на способ, технологию или на конструкцию, или на материал, или на полезную модель. Или на промышленный образец, то есть на дизайн промышленный. И мы уже сейчас оформляем ряд заявок и тоже работаем без особо, тут фанатизма не надо. Что такое фанатизм, я, например, могу сказать. Nokia, которая стала банкротом, ее купил Microsoft и где-то заплатил 3,5 миллиарда долларов за Nokia и купил в том числе 20 тысяч патентов Nokia, потому что они взяли их с потрохами. Так вот, за эти патенты он заплатил 2,5 миллиарда долларов. Так вот, чтобы их запатентовать и поддерживать, нужно столько же денег лажать. А Coca-Cola не патентов состав напитка и за 130 лет не стала банкротом. И на там маленьком секрете, что там намешаны, какие-то травки, листики, еще что там, говорят, какие-то жучки, красители, никто не знает, да? Но они держат новых на ухаву. Они заработали триллион долларов. Триллион. Потому что лучше всего хранить секреты в виде секретов, в виде на ухаву. Мы знаем, а другие не знают. Поэтому будем патентовать, и я как специалист знаю, как это делать, только то, что мы раскроем, вынуждены раскрыть, потому что увидел и понял, как это. А то, что мы не раскрываем, и то, что нельзя понять и увидеть, мы это патентовать не будем. И у нас больше стран на ухаву. Поэтому некоторые из них будут запатентованы, некоторые так и останутся в виде на ухава. И это наше богатство. Это то, что вошло в ту оценку директорного суммуса собственности в 400 миллиардов долларов. Так, это я рассказал о структуре нашего предприятия. Вкратце это заняло больше часа. Я учусь информации больше. И сейчас это наверное отвечу на некоторые вопросы тут. Несколько вопросов задали. Насколько и в чем на текущий момент мы отстаем от графики выполнение работ. Мы не отстаем. Наоборот мы идем с опережением графика. То, что мы не вышли на площадку это ни о чем. Можно выйти и за три месяца все построить. Потому что сложнее всего подготовить вот это все. Документацию. Например, документация на самолет А380 несколькими странами Франции, Великобритании, Германии создавалась 12 лет. На это было затрачено 10 миллиардов а мы создаем документацию на не менее сложные вещи в течение года полутора. В чем не то, что отстаем, а есть задержки это финансирование. Потому что работа КБ она расширяется. Предприятие наше у нас недостаточно кадров. Такие сложные системы с сотней специалистов не делается. Мы будем расширяться и дальше. И нам уже четырех этажей недостаточно для работы. Поэтому сюда надо увеличивать затраты и расходы. Мы должны сейчас покупать сложные программы. Мы работаем на более простых, но скоро понадобятся серьезные программы. Проект некоскоповский расчет. На некоторые из них стоят по сотне тысяч долларов одна программа на одно рабочее место. Мы скоро получим землю и выйдем на площадку и мы должны начинать сейчас размещать заказы на поставку оборудования, элементов, материалов и так далее. И уже сейчас надо платить за это деньги. Вот допустим взять дверь Юнибуса. Но теперь ЗИЛ за всю историю своего существования ни разу не сделал нормальную дверь. Неважно какой ЗИЛ грузовой или не грузовой она почему-то у них никогда не закрывалась с первого раза. Неудивительно потому что дверь это самый сложный узел в машине. Один из самых сложных узлов. Поэтому если мы захочем делать с вами дверь то лет пять десяток миллионов долларов мы на это потратим. Это не нужно делать. У нас дверь должна отличаться только обводами размерами формой а вся электроника механика есть производители хорошие производители НИЗИЛ а есть и в Германии даже в Чехии там другие страны в Франции мы с ними тоже ведем сейчас переписку и мы даем наши обводы дверей наши форму размеры и они свою механику электронику вставляют как надо в нашу дверь и поставляют готовые но когда мы к ним приходим и говорим вы это нам сделаете да нет проблем нам надо аванс заплатить так тысяч сто долларов то что надо кое-что доработать подработать и это оправданно потому что нам надо чтобы самим сделать надо миллионы долларов вложить а потом лет пять сертифицировать и это касается любого оборудования даже если мы будем двигатель сгорания использовать с автоматической коробкой передач нам его никто не даст потому что у нас другие крутящие моменты обороты другая нагрузка и другая связь между коробкой передач автоматической и двигателем потому что другие массогабаритные характеристики нашего транспорта средства и ни один производитель не отдаст нам этот двигатель и коробку передач потому что вы плохо покажете у вас это не заработает и вы нас опорочите поэтому мы готовы для вас доработать ну заплатите так авансик миллион долларов ну я условно говорю где-то утрирую но иногда и больше говорят заплатите как талис пять миллионов долларов поэтому нам нужны вот это финансирование в полном объеме чтобы не отставать от графика потому с наукой у нас все хорошо с технологией все нормально с каратурином все нормально вот с инвестированием не совсем как бы отстаем это не наша вина мы не инвесторы мы разработчики и я инвестициями не занимаюсь у нас есть партнеры инвестиционной компанией которые взяли на себе функции финансировать проект у меня просьба как-то повышайте свою активность эффективность работы иначе будет действительно отставание без должного финансирования и за сто лет не сделано и все деньги идут в песок нахладные расходы на то чтобы поддерживать штаны не более того понимаете но я уверен что у нас будет все нормально потому что у нас уже есть серьезные потенциальные заказчики у нас есть уже потенциально крупные инвесторы готовы вложить там порядка 50 миллионов долларов но нужны еще пройти некоторые этапы в том что выйти на площадку иметь землю ну чтобы это состоялось поэтому я думаю с этим у нас проблем не будет далее в настоящее время в мире начинается гонка новых транспортных технологий в ней активно участвуют Китай Япония США присоединяются другие страны разрабатываются высокоскоростные поезда поезда на магнитном подвесе вакуумные транспортные системы насколько они к нам конкурентны и конкурентны ли вообще вообще-то мы не участвуем в никакой гонке мы делаем свою работу тихо спокойно наша задача не кричать о том что мы делаем а тихо работать чтобы нам не мешали как в Литве начнешь гнаться кто-то придет и по башке так ударит что не хочется никуда уже будет бежать а будет думать а где вообще подлечиться поэтому мы делаем тихо спокойно свою работу выйдем на рынок по графику сдернем это знаете как новую машину делать если Мерседес неважно кто они что рассказывают показывают ее они говорят вы знаете вот через 2 года через 3 года мы ее покажем на международной выставке и сдернем бархатную покрывалость вот и мы так на наших на наших тестовых участках на экотехнопарке в экотехнопарке мы это покажем и тогда рынок оценит это потому что ни одна система конкурирующая не имеет такого комплекса показатель ни одна и это невозможно потому что мы на пределе и работаем физических законов нельзя уже аэродинамику улучшить больше чем мы нельзя улучшить там КПД двигателя уже больше чем мы потому что тоже мотор колесо там КПД уже 96% и так далее а вот если взять показатели допустим эффективность по расходу энергии топлива то мы выше лучше автомобиля ну минимум на порядок то есть минимум в 10 раз какой автомобиль Тесла может догнать по этому параметру ну они улучшат на 10% на 20% ну на 30% ну не в 1000% уже они улучшат это взять железные дороги скоростные вот лучше железная дорога ты живи там на одного пассажира 60 кВт мощности при скоростях меньше чем у нас и соответственно расходы энергии топлива она надо 8 кВт на пассажира при большей скорости поэтому скоростная железная дорога никогда нас не догонит по своим параметрам в вакуум уйти как этот маска там делает да я с этого кстати начинал 40 лет назад первое что мне пришло в голову надо поместить всю вакуумную трубу а то когда я все посчитал что это вылез и что-то такое я отказался это потом это далекая перспектива это сейчас не нужно нет смысла это делать на самом деле даже с точки безопасности представляете транспортное средство разгармитизируется в вакууме все пассажиры умрут в течение нескольких секунд то что их кровь закипит и газы которые растворены заблокируют все сосуды это было с тремя космонавтами которые садились все вроде нормально а потом клапан открылся в верхних слоях атмосферы где было разрежение и когда они приземлились они были все мертвы и вот в этом вакууме ездить кругом в глухие стены причем то что они рисуют это смешно смотри там внутри салона должно быть давление атмосфера а снаружи вакуум на квадратный метр в стенах и двери в том числе нагрузка 10 тонн грузовик они рисуют там какие-то тоненькие конструкции это смешно все ну пусть делают мы не будем с ними конкурировать мы делаем свое дело и знаем что мы лучше и нас не догнать а мы никого не собираемся догонять так ну Виктор еще есть время Анатолий Эдуардович я слышал о принятом законе в Российской Федерации по выдаче одного гектара земли планируете ли вы приобретать по одному гектару земли на одного человека через skyway инвестмент групп каково отношение к этой идее инициируемой фондом могут ли 30-40 километров полученные по данной программе стать основой для тестового участка высокоскоростной дороги если да то имеет ли смысл вообще платить деньги в Республике Беларусь за землю для тестового участка прошу прощения за длинный вопрос но на мой взгляд данная тема очень важна да эта тема важна мы и с Хавратом на эту тему не раз общались не идея классная построить линейный город расселить там 10 тысяч человек или там несколько тысяч семей да и построить вот кластер тут что-то вроде экотехнопарка который мы планируем сделать в Республике Беларусь но там есть одна особенность да это возможно но землю должны иметь не я и не мои семьи я вообще гражданин сейчас Республики Беларусь я не россиян я не белорус а компания тогда этим будут владеть акционеры технологии ей а акционеры должны быть в учредителе там где куда вынесена вся индивидуальная собственность на 400 миллиардов долларов это Global Transport Investment зарегистрировано на британских биржинских островах опять кстати многих почему-то пугает вот это как это афор и когда вот мы сейчас работаем с Америкой там с юристами то есть я говорю как вообще штатах относятся к британским биржинским островах это нормально все китайцы идут в США через БВА и что говорит из этого вы же говорю не прячьтесь нет я бенефициар я не прячусь я не собираюсь никого обмануть я нет налога ухожу просто там нормально законодательство и никто не собирается отнимать эту джетану собственность и при этом никто не пытается там заставить платить большие налоги которые ну на данном этапе нет смысла платить за что да 400 миллиардов ну что она создана ранее какие налоги но даже в Британии когда мы начали работать то оказалось что в будущем нам придется миллиарды фунтов заплатить налог да на данном этапе мы не платим а потом заплатим зачем это нужно да поэтому у меня нет сейчас я передал все туда и вот эта компания должна владеть землей а не тысячи семей которые переездят и она должна владеть тестовыми участками и всей инфраструктурой понимаете мы так и делаем в Белоруссии землю беру не я я такой же акционер как остальные и такой же работник компании как у нас остальные там 90 с лишним человек деньги это землю берет компания и компания за деньги инвесторов то есть инвестиционного инвестиционного этой компании учредителя строит тестовые участки и владеет этим значит этим будут владеть и акционеры а вот как там в том линейном городе это проект как проект да классно сделать линейный город мы всячески будем помогать и приложим максимум усилий для этого а вот что делать там тестовые участки это будет неправильно испытывать потом сотню лет 150 сопровождать развивать совершенствовать мы там не сможем это тестовый участок делается не для разового показа именно там будут отрабатываться новые поколения оттачиваться все элементы переделываться дополняться совершенствоваться железнодорожники сделали свои рельсы и там колесные пары 180 лет назад до сих пор совершенствуют и вот еще 100 лет совершенствовать так техника устроена надо улучшать 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 так это мы будем делать на тестовых участках и он должен быть рядом с проектно-конструкторским предприятием на одной территории и оно должно владеть да поэтому идея классная но я не планирую я там члены семьи получаю там участок земли потому что я должен жить и работать вот здесь я живу здесь сейчас вот я же в кабинете своем нахожу и выходные здесь а сейчас начнем строить надо здесь и ночевать а не это там за 3-9 земель иначе ничего не получится да поэтому я думаю удастся там построить ленинный город если там вот приедут там 10 тысяч человек и будет получен такой участок земли и мы в этом поможем технологию дадим строй и так далее но это будет проект там один из проектов не более того так что Виктор у меня уже все вопросы ну да спасибо большое Анатолий Эдуардович за ваше выступление тоже от лица я думаю всех тысяч которые сегодня попытались поместиться но некоторые даже не поместились 23 человека спасибо что выслушали надеюсь что я не утомил так то что некоторые детали я очень подробно описывал но по другому видимо все-таки нельзя чтобы было понимание и моей позиции в том числе мое отношение к делу так что большое спасибо всем и до новых встреч все дорогие друзья всего доброго спокойной ночи доброе утро или где находятся все наши дорогие участники коллеги нашего большого проекта разбросанные по разным временным поясам я думаю сегодня было просто замечательное выступление очень информационное но ту часть которую мы планировали рассказать про полигон мы тогда перенесем на следующий четверг и вам все подобное также Анатолий Эдуардович расскажет с демонстрацией наших планов наших всех документов официальных документов вот расскажет про те детали которые будут детали проекта большого которые будут воплощены на полигоне пройдется по ним по всем также детально вот еще раз всем большое спасибо за внимание всего доброго до новых встреч о м Продолжение следует...